Значит, о чем пойдет опять речь? Потому что я продолжаю строить, собственно, философскую систему. То есть речь идет о некоторой попытке построить теорию восприятия. А кому Бородашеву запрашивают? Не знаю, кому Бородашеву. Милу. Гегелю Бородашеву. А, Гегелю Бородашеву. И Наговицыну. И Наговицыну, значит, Платону, Аристотелю, Наговицыну, Гегелю, Кранту. То есть это не повторение? Это не повторение, это совсем другое дело. И, значит, здесь уже половина народу по этому деле присутствовала и знает, о чем идет речь. Значит, вообще говоря, что используется в качестве этого построения? Используется теория аналоговой обработки сигналов и нечто другое. Поэтому ясно, что здесь не Платон, не Гегель, не Аристотель к этому имеют очень маленькое отношение. Тем не менее, на их результаты, которые они получили, можно взглянуть с такой интересной точки зрения, вот с позиции более-менее строгой концепции. То есть мы, еще раз я повторяю, занимаемся тем, что строим негуманитарную философию. То есть принципиально негуманитарную философию. То есть некую такую естественно-научную, я бы даже сказал. Значит, у нас главная проблема, которая перед нами всегда стояла, она впервые сформулирована Платоном, и она состоит, что всякий раз узнавание образа является эдетически нагруженным. Что это значит? Это означает, что для того, чтобы увидеть, что такое увидеть елку в лесу, то нам надо знать эйдос елки. Для того, чтобы увидеть, говорит Платон, для того, чтобы нам увидеть эйдос стола, нам надо знать эйдос стола. Ну, ему на это возражает, как известно, Аристотель, который подходит иначе. Он говорит, что форма шара делает рекмедию. Но это означает, что у нас есть нечто, если эйдос однороден столу или стола, в каком-то смысле, однороден ему, то здесь у нас шар или форма стола неоднородна столу. То есть медь становится медью, то есть из материи выводится в область действительности при помощи формы некоторого шара, который у нас есть. Я хочу обратить внимание, что эта позиция очень похожа на позицию Канта. Кажется, что это разные философы из разных эпох. Тем не менее, это одно и то же. Там тоже на мир накладывается некая априорная форма пространственности, ну, форма внутреннего чувства времени, и в нем мир превращается в то, что есть, то есть вещь для нас. То есть предмет это есть как бы результат точки, это уже расшифровка Канта со стороны фихты. Точки, которые имеют цвет, например, красный какой-то. И с одной стороны. А с другой стороны, мир является следствием продуцирования некоторой собственной деятельности сознания. Это нигде не наша деятельность, и эта форма никогда не для нас. Это не наша, да. Но самое интересное, что формулировка формы делает медмеди, это плотун с формулировкой, а истопия не так говорит. Ну, как бы, это леопатчинка. Хорошо. Вот, значит, картинка. То есть мастер делает, соединяет форму шара и медь, как бы, делает из этого медный шар. То есть мастер. То есть внешний деятельность, они как сама форма ничего не делают. Ну, вот речь идет о некотором восприятии. То есть мы, когда говорим о восприятии, мы видим некую проблему идентичности. То есть проблема некоторых изначально, изначально нагруженности любого нашего знания, изначально некоторым предзнанием. То есть чем-то пред. Я вот на эту позицию сейчас попытаюсь посмотреть с эволюционной точки зрения, то есть рассмотреть, как органы чувств работают, и как в органах чувств этих возникает предмет как таковой. И что такое мир, и что такое наблюдаемый мир, самое главное. Это раз. Второе, значит, что я хочу заметить по этому поводу. Поэтому, я уже забыл, что я хотел заметить по этому поводу. Ну, возникнет различного рода обстоятельств, на которых я не знаю ответа, но постараюсь на них получить некоторый свой ответ. По какому подобию сказку принципиальной разницы? Между чем? Ну, между элитической, там, формовой оппозиции, да, и вот твоей... Ну, она совсем не другая. Просто, как бы, и все древние ведь тоже отмечают, что, грядь, это и есть некий процесс. Не, не, не. Ну, ладно, тогда сразу же переступим к делу. Значит, смотрите, какова у них ситуация? Все говорят, что философы, что мы никогда не видим, как работают наши органы чувств, ставим готовый предмет. Это отчасти так. Но вот этот тезис, он требует определенного рода расшифровки. Посмотрим, как формируется зрение на сетчатке у человека. Ну, вот сейчас. А сетчатка присутствует, да? У меня присутствует. Ну, не философский разговор. Ты хочешь построить ему философию? Нет, он будет потом философским разговором. А начинаю я сетчатки. Давай, подождем. Сетчатки я начинаю, допустим. Сетчатка вот у тебя какая-то есть, и на нем формируется изображение. Любой человек, находящийся на позиции материализма, он говорит, что вот здесь есть некий предмет, от него отражаются лучи, и эти лучи формируют у него какого-то изображения. Здесь как бы иначе. Здесь у нас колбочки, скрубированные по три, потому что человек различает всего лишь три цвета. Их комбинация дает тот цвет, который мы видим. От каждого из них оно как бы ведется определенного рода нервное окончание. Вот это одна из просто приростных представлений, когда мы говорим о сетчатке. Что я хочу в этом смысле сказать? У нас есть поверхность некоторого многообразия, которая задает нам некоторые отображения тоже на множество R2. То есть у нас происходит отображение, функция строит у нас, отображение из R2 в R2. Почему? Потому что то, что мы видим, это цвет. Раз. Это то, что видим мы, амплитуду, то есть интенсивность цвета цвета. Поэтому отображение с двухмерной поверхности происходит на поверхности R2. Теперь мы видим таким образом, что мы построили некоторое множество... А почему ты решил, что отображение на R2, а не на R3? Мы же восстанавливаем вот этот, ну, благодаря тому, что у нас две сетчатки. Вот потом и мы на R3 восстановим. Пока мы на R2. Это условно все. Просто, чего я хочу заметить? У нас появилось как бы представление о некоторых отображении некоторых объектов. Они, безусловно, дискретны, но я их вот сейчас на сегодняшний день экстраполирую некоторые непрорывные функции. Это, поскольку у нас есть множество таких функций, то мы понимаем, что у нас вообще говоря пространство является Гильбертовым, и таким образом мы можем сказать, что это Гильбертово пространство имеет некоторое разложение не по некоторому базису. Согласны со мной? Это там, наверное, должно быть R3 на R2, или как? Ну, R2. На R2. Ну, у тебя... Что является R2? R2 у тебя точка на двухмерной поверхности. Ну, это поверхность. А второе, ты ставишь, что каждой точке, каждой точке ты ставишь в это отображение как бы два параметра. Интенсивность и частота. Интенсивность и частота. Частота излучения, которое ты фиксируешь, как бы, это колебания водоэлектрохолбочек. У кого-то 2, у кого-то 8, у кого-то 9. Это от желатины зависит. Вот. Ты вот таким образом. То есть, вот у тебя есть некоторая поверхность. То есть, ты представляешь, у тебя есть многообразие, вообще говоря, двухмерное. Ну, оно, как бы, можно задать его двухмерным, допустим. И ты задаешь к нему, значит, некоторую совокупность. А положение, в каком месте сетчатки, получается, это ради неважно? Важно, важно. Ну, так, значит, я R2. Так вот, у тебя уже. Положение на сетчатки. Нет, вот одно R2 это положение на сетчатки, второе R2 это интенсивность и... и частота. То есть, каждой, каждой точке, каждой точке на сетчатке, на плоской сетчатке, соответствует точка, пространстве, интенсивность и частоте. R2 поэтому. Положение на сетчатке соответствует частоте и интенсивности. Здесь нет никакого воображаемого. Положение на сетчатке, это независимый параметр. Ну, функция соответствует. Ну, независимый параметр. Вот и пошло. Ну, функция меняется со временем, естественно. Он говорит о том, что... Ну, она, да. Потом она, конечно, может еще... В момент времени есть отображение. Ну, я сказал, что он задал функцию, зависит дальнейшие выводы просто. Поэтому я говорю, я думаю, что параметры больше. Нет, параметры именно столько. Но это не важно, потому что... Ну, это было, если нужно сказать, что у руки два параметра. Поднимать вверх, там... Понимать направо-лево, да. Нет, почему? Внизто. Можно вращать. Вверх, вбок. Много параметра, да. Можно вращать, да. Два параметра. И ты будешь смеяться, но любое вращение будет задано координатами этих двух точек. x, y. Любое положение у тебя руки, вот куда ты положишь, оно будет задано координатами двух точек. И вот ты представь себя... Это как мерное пространство. А почему координаты двух точек? Так, ну, давайте... Это не будем... Было-то не существенно, действительно. Я уже частично знаком, поэтому это не... Хочется услышать мысль, да. Давай дойдем до нее. Пишка состоит в том, что он как бы говорит, что есть некая редукция. Понимаешь, что это трехмерное пространство двухмерное. Нет, здесь нет редукции. Здесь вообще нашего пространства... Тебе даже нашего... Правильно, да. Вот я говорю, нашего пространства здесь нет. Потому что у тебя вот эти точки, они могут быть как угодно. У тебя одна может быть здесь задано, а вторая вот сюда, перепутанная у тебя нервное окончание. И как угодно они тебе могут быть заданы. Это R2, это вот такое некоторое изображение. Вот Антон правильно понимает. Скажу еще. Влад, это в большей степени подводящий пример, а не философская концепция. Поэтому как правильно сказал, что... А чего же это не философия? Поэтому нужно пропустить это, вот просто иметь в виду. Да. Ну, по крайней мере. И поскольку мы имеем эти функции, то таким образом мы можем говорить о той простой, значит, этой ситуации, что каждые эти функции, они образуют некоторое гибридо этого пространства, бесконечно мерное. И, значит, бесконечно мерное пространство может быть разложено по какому-то базису первоначально. Опять, один подводящий пример, который является очень важным. Ну, вот представьте себе, что у нас есть одно единственное... Ну, вот, например, есть интенсивность сигнала всего лишь, и здесь время, да? И сигнал у нас какой-то там квази-периодический, или периодический. Когда таким естественным разложением, по которому мы должны работать, если у нас есть период какой-то, это синусы и косинусы. Синус КХ и косинус КХ. Синусы подходят, когда функция у нас нечетна, разумеется, а косинусы, когда четна. Она же точно так же. Эта же функция выражается вот так. И КХ. Где К у нас пробегают. Таким образом, мы можем вот любую функцию в таком простом пространстве разложить. Это называется преобразование Фурье. Это ЦК, скажем, там, Е и КХ. К, скажем, пробегает от единицы до бесконечности. Ну, и это вот такова ситуация. И почему нам так нравится, вот это преобразование Фурье? А стирать мне совершенно нечем. Куда делась эта штука? Ну, непонятно. Почему оно нам так нравится? Потому что, когда у нас вся информация, после того, как мы функцию преобразуем вот в такой форме, сохраняется в этих ЦК, в ЦК коэффициентах. Только ЦК. Вот она здесь прямая, от всей функции. То есть мы видим, что мы полностью ушли от формы этого многообразия. Мы перешли к каким-то гармоническим функциям, к новому базису, принципиально новому базису. Но при нем у нас оказалось, что вся информация сохранилась в этих коэффициентах. И это очень удобно, когда у тебя функция простая, ой, точнее, очень сложная, но периодическая. Ты раскладываешь по всему самокослицам, у тебя оказывается, допустим, функция была фига вот на этом, вот такая, такая, такая. А получилось, что у тебя несколько палок всего. Такая и такая. Ну это К, К, 2, К, ой, 1, 1, 2, 3. А все остальные маленькие. Ты не можешь совершенно образом пронебречь. Мы видим следующим образом. Поэтому делать следующая гипотеза на первом шаге, что у нас понимание предшествует нашему зрительной картинке. Мы сначала понимаем, что мы видим. Понимаем этим способом, что мы делаем некое разложение по набору некоторых простых функций. Как это реализовывалось на практике, я могу себе представить. Представьте себе, да? Мы все знаем, что такое корреляция. Корреляция двух функций. Это тогда, когда мы берем, например, интеграл такой считаем, fxg от x на некотором периоде. От а до b. Ну, обычно его ставят вот здесь так еще, бандюса. Вот. Вот этот интеграл мы считаем корреляционный. Если функции какие-то образом случайны, они оказываются, то это получается, что он равен нулеобычно, этот интеграл. Если они не случайны, то, например, для функции f от x, нормированной на единицу, для самой себя, он равен как бы единице, получается. Да? Такие вот это простая вещь. Как это происходит? То есть, смотрите, когда мы выбираем вот такие функции вот здесь, получается, что мы раскладываем нашу сложную картину от изображения по каким-то элементарным кирпичикам. То есть, раскладываем по каким-то элементарным образом. Ну, самым простым. Изначально это сформировалось, по всей видимости, так. Было, вот представьте себе, растительную душу. Вот. Смотрит там на этот... С лепестками сюда, смотрит на подсолнух, на солнце. И у него, скажем, там три... Три таких светочувствительных клетки. И когда солнце попадает полностью сюда, да, то ему все хорошо. А если оно попадает вот так сбоку, то одна из них этого дела не видит. И он стремится развернуться таким образом, чтобы у него эти три светочувствительных клетки, они были ориентированы ровно на солнце. И подсолнух, как мы знаем, поворачивается под солнцем. Мы видим, что здесь ситуация очень простая. Когда вот таких нервных начальников очень много, тогда у нас задача решается двумя способами. Первое. Не быть хищником и не быть жертвой. Быть жертвой это что означает? Это означает, что вот эта самая картинка аппаратным образом происходит у нее подобного рода преобразования. Что значит быть жертвой? Это значит опять аппаратным образом. А это очень важно знать, что все дело происходит аппаратно. Я напомню, те, кто забыл, что у нас сейчас идет рассвет цифровой электроники, а есть еще аналоговое преобразование. Вот преобразование Фурье можно выполнять аналоговым. Мы все помним вот эту самую картинку. Многие из нее эту систему мерили на физической лаборатории. Это колебательный контур, дифференциальную интегральную цепочку. Мы видим, что мы видим, что куда мы двигаемся, в одну сторону дифференцируем, в другую интегрируем. То есть мы просто подаем сигнал. То есть мы его раскладываем в РФурье любой сигнал. Подаем на какие-то контакты и можем его продифференцировать и проинтегрировать. Что с ним захотим. Вот, оказывается, у Александра на работе, он застал это время, когда был аналоговый вычислитель. Я бы дорого бы сейчас дал, чтобы на него посмотреть, на нем поработать. Ну, просто, чтобы ручками потрогать, как это все делать. Потому что я про всевозможные фильтры я знаю. Все, что у нас здесь происходит в жизни, как бы, вот скажем, что это не философский аппарат или что ли, философский аппарат, он работает опять такое, ну, грубо говоря, на электрических токах. То есть все, что у нас здесь есть, оно имеет свое сопротивление, свое реактивное сопротивление. То есть в этом смысле они в каком-то смысле тоже являются контуром. Это очень важно понять, что это именно так. Потому что, например, с такой... Извини, колебательный контур, или вы составите из конденсатора индуктивности, а не из конденсатора... Не колебательный контур, а дифференцирующая-интегрирующая цепочка, прошу прощения. Не колебательный контур, правильно, я сказал колебательный контур. Дифференцирующий-интегрирующий, это так называемый СР. То есть, да, конечно, не колебательный. Тот, конечно, из индуктивности, я, прошу прощения, извините, я думал о другом. Вот, значит, вот об этом идет речь. Значит, что делает, по большому счету, например, некая примитивная животина, у которой много вот таких центров активности? Она выполняет одну простую функцию. Она раскладывается всего лишь по двум ортогональным функциям. Все остальные она отбрасывает. ПФ1 вычисляет Х. И Ф2 вычисляет Х. И этим она занимается постоянно. Делает это на аппаратах. Поэтому ее, как бы, обобщенный фуе-образ, он состоит всего из двух палок. Если появилась одна вот эта палка, надо убегать. Появилась другая палка. Подожди, дай, как бы, это, ладно, я понимаю, что это было какое-то преддверие. Что, у животного это одна задача, как бы, убегать, либо там, как бы, съедать? Ну, примитив. Я не знаю, да, я начал с подсолнуха, с подсолнуха, которому такая задачка не нужно решать. А теперь беру какую-то более сложную это вещи. Более сложную, ну, как бы, поезд пищи есть, поезд самки там. Ну, это уже последующее. Пододействие с другими животными. Конечно. И поэтому, реально, я думаю, что разложение происходит не по двум функциям, а по 50 или по 100. Ну, это же, как бы, Игорь, ну, я понимаю, что, как бы, и говоря на языке математики, хочется думать, что там животные так же, как бы, работают на языке математики. Игорь, ну, ведь вопрос... Вопрос состоит в том, что, на самом деле, это наш способ, как мы пытаемся понять... Нет, 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 все наш способ, все это добавлять не нужно, все, о чем мы говорим, это наш способ, что другого не бывает. Я, по-моему, тоже, ну, богосподский тоже. Да нет, да нет, философское... Философское... Это верить к тому, как, на самом деле, животное, веря в Бога, так сказать, как бы... Это не все неважно. Философские проблемы, мне кажется, состоят в том, откуда возьмутся эти функции, то есть, откуда возьмутся значения, вот эти смыслы... Прошиты, прошиты. Нет, ну, как прошиты. Это значит, что тогда Эйдесы и так прошиты, понимаешь, вот о том и речь. Потому что это и есть, ну, это и есть в каком-то смысле аналог, понимаешь, ты считаешь, что ты ушел от Эйдесов, а нет, у тебя присутствует базис, потому что мы-то понимаем, что в Гибридовом пространстве можно выбрать любой базис. Можно раскладывать так, можно раскладывать по-другому, можно использовать там периодические функции, можно какие-то, какие угодно, вот. То есть, базис определяется свободно. Да. Вот. В этом проблема. Прошиты, прошиты, конечно. Нет, здесь нужно все-таки разрешить эту проблему. Прошиты в том плане, что вот сейчас у меня и у всех они прошиты, но не от рождения все-таки. Если мы говорим об эволюционном, мы почему-то научаемся. Нет. Значит, смотри, они в каком смысле прошиты, в каком они не прошиты. Ну, во-первых, представьте себе, что это косинусы. И вот в какой-то прекрасный момент они у человека прошиты. Косинус Х, косинус 2х, косинус 2х. Ну, представьте себе, они заданы. Я обращу внимание, что это не Эйдесы. Почему? Потому что они в миру неоднородны. Я покажу, что это в миру неоднородны. А там Эйчберайнец тоже прошиты? Да. Нет, кстати, в этом резонно вспомнить генетический код. Он тоже случайный генетический код. То есть, это не единственный возможный, но у нас прошит он. Да. Во всем живом. И почему левая симметрия, а не правая симметрия тоже прошита у всех вот так. Ну, вот просто так научились. Я-то изначально говорю, что это была самая простейшая животинка, у которых оказалось не три рецептора простых, а гораздо большие, которые научились. И всего лишь нужно было делать обобщенное флуория преобразования на двух функциях. Ну, я же их назвал, жертва и хищник. Или на одной, если на хищник только. Или только жертва. Вот. Проблема стоит, что очень сложная картинка, но представь, что у самой простой животины, у нее там миллиард вот этих окончаний, оно сводится, по большому счету, к двум параметрам. Двум параметрам только. То есть, она мгновенно выбирает из бесконечного количества два параметра. Это делается на автомате аппаратным образом. Ну, это очень непонятно. Я поясню сейчас еще на одном примере. Это на самом деле, знаешь, похоже на то, что мы знаем какой-то язык, как можно воспринимать сигнал. Как можно ослазать и прочее. Но мы же тоже воспринимаем сигнал. Значит, мы где-то делаем точно так же. Нет, просто... Это гипотеза, но не знаю. Просто конкретно к вот этому примеру, к такой редукции, у меня вопрос следующий. Неужели ты веришь, что можно выбрать из всего этого базиса, действительно, функцию, вот из базиса восприятия, как ты его описал, да, функцию, которая будет соответствовать жертве и хищнику? Неужели ты думаешь, что вот как бы все возможные хищники, да, которые могут встретиться в восприятии, допустим, вот этого существа, они будут, с точки зрения, допустим, вот этого визуального восприятия, губочки, да, они будут восприниматься так просто и однозначно, что это будет соответствовать? Да, ладно, это именно просто. Я как раз отвечаю, привожу пример. Современные популярные нейронные сетки глубокого обучения. Там нигде не прошито, что конкретно подается на них. Но они различают, вот ты скормишь нейронную сетку, научишь на изображение кота. В разных видах вот кота. И она будет отщелкивать только тогда, просто срабатывать, битвы давать, когда будет виден код. Это такой простой пример, но это обучение. Теперь смотрим, у нас есть некий универсум вокруг, и обучают так, что вот если вот, там не важно что, даже никто не знает, даже никто не знает, что это в нейронных сетках происходит. Но факт в том, что вот в этой ситуации срабатывает жертва, в этой ситуации срабатывает хищник. Просто срабатывает. Почему? Никто не знает. Это обучение. Это предлагает как раз презентацию механизма, как это происходит. Я сомневаюсь именно в нем. Нет, смотри. Это очень интересно. Почему? Потому что давно же, почему фурье преобразование так модно, так и постоянно делают. Я приводил пример, как ураган на аналоговом преобразователе может изготовить из, скажем, украинской бронетанковой колонны тушенку. Показывал вот эту самую вещь. Почему? У тебя когда хищник, когда фурье преобразование, оно что? У тебя есть сложный периодический сигнал, и ты его очень часто можешь вот с 7-2-3 палками экстраполировать. Она будет его высокой, этой штуки. Вот даже вот такой нелинейный сигнал, как вот этот, он экстраполируется 10 палками, очень хорошо. Вот здесь, как я вижу. Мы с нашим миром еще какие-то такие сигналы производим, у нас вообще шум идет. Мы живем в шуме, а не сигнал. Да, да, и это очень важно. И это очень важно, очень важно, что шума. Поэтому их 50 штук. Поэтому эти функции, он не бесконечный. Вообще говоря, Гильбер, это пространство бесконечно, а здесь оно конечное. И ты раскладываешься, по большому счету, по 50 таким функциям. А вообще говорят, ты мог бы и не прибегать к гипотезе, что у тебя изначальное пространство восприятия, вот это, допустим, поставок колбочек бесконечно и непрерывно. Нет, я просто на функции говорю. Дискретное преобразование в уме используют. Дискретное, конечно. Дискретное пространство отобразить. Дискретное, правильно. Да, дискретное. Но просто эти функции, у тебя этих колбочек и всякой этих штук, ну, у нее там, на 5 порядков больше, чем то, что ты здесь имеешь в собственном знании. 5 порядков. 5 порядков тебе заработать очень важно. Это же тоже неудивительный вещь, если не надо обладать знанием математики, что наше восприятие, оно упрощает. Фраза упрощает подразумевает, что мы имеем то, что упрощается. Мы не имеем того, что упрощается. Ну, тогда бы мы не могли вообще не говорить, что какой-то сигнал. А теперь куда взялся сигнал-то? Нет, ну, шум идет. Нет, просто, понимаете, если мы каким-то образом имеем, как бы, ну, не понятие жертвы, хищника, да, но имеем заложенные в себя вот эти, ну, понятиями это не назвать, да, но... Ну, понятие. Как бы, ну, вот что-то такое ситуации жертвы-хищник, да, исходя из которых, как бы, сигнал... Да, правильно, правильно. Если мы это имеем уже в себе, именно ситуации, именно ситуации. Если мы имеем, то это и есть эйдосы. Это и есть, значит, что у нас... Это и значит, что проблема не решена. Это, прошу прощения, это не эйдосы. Потому что эйдос подразумевает сложный образ. Здесь такого сложного образа нету. Послушай, ну, у тебя будут, как бы, не вещи и их сущности, а положение вещей... И еще кто-то, который является осознаваемым, он не осознаваем. Это не важно. У тебя не осознаваем. Мире есть совокупность фактов будет. Это значит, что Кант тоже подходит под идею эйдоса, хотя там нет никаких эйдосов. Хорошо. Ситуацию ты не изменил. Ты действуешь все классическое. Нет, не изменил, изменил. Во-первых, речь идет еще до появления сознания. Да. Прежде всего. Но мы никакого значения не имеем. До появления сознания. И то есть, когда мы говорим эйдос, то есть вот я, я мысленно представляю себе лошадь. У меня есть эйдос. И я богу. То есть, ну, здесь мысленно представлять нечего. Там всего лишь... Александр, и в эйдосе ничего там никто не представляет. Это все... Нет, просто... Просто видишь этот стул, и все. Ну, понятно, но все равно... Но мы, когда мы говорим эйдос, мы понимаем, что эйдос стула, он как бы вот есть стул. Мы просто говорим о том, что как возможно знание? Ну, условно говоря, как возможно некая самая элементарная абстракция, поскольку здесь присутствует абстракция. Здесь от конкретной опасности есть переход к некой опасности вообще. Вот хищник. Вот есть опасность... Ну, так и действует. Всякая опасность сведена к ситуации опасности. Вот откуда абстрактный вот этот шажок... Понимаете? Ну, примитивные существа, примитивные организмы, так и действуют. Весь вопрос... Весь вопрос... Он пришел в мир с уже неким предзнанием, что есть... Нет, нет, нет. Вот он... Выискиваем как бы в ситуации... Этой ситуации хищника или вот этой... Или жертвы... Значит, мы заранее опять же знаем, как у Платона. Смотрите... Значит, опять ситуацию. Никакой мы картинки пока не видим. Ну, безусловно, мы воспринимаем мир. Картинки хотя бы в него нет. И тем не менее, мы его разлагаем по некоторому базису и понимаем, как с ним работать. Как мы можем с этими штуками элементарными функциями оперировать? А тем, что мы понимаем, что у нас, например, очень часто косинус КХ входит в сочетание вот такой. 2 плюс 3 косинус, скажем, 4х. Вот такая штука. Мы этого можем научаться. Мы тогда сразу же будем раскладывать, в том числе, под вот такой функцией. Это для нас удобно. Вот это единственное, чему мы и научаемся. А эти некоторые... Они прошиты аппаратно. Как вот эти сопротивления. Как сопротивления и емкости конденсатора. Вот так они проект прошиты. Здесь нету никакого многообразного гуманитарного мира рейдосов. Тем более, никакая душа при вечном существовании... Какой-то есть, у тебя Бог есть, который у тебя прошел. Почему это? Все факторы эволюционного приспособления в этом организме. Если эволюционного, значит, ничего этого не было. Это научение, значит? Нет. Почему научение? Это у тебя эволюционный отрибирался. Игорь, эволюция понятна с того момента, как уже есть некий базис и дальше начинаются вот такие комбинации. Здесь все понятно. Но откуда берется изначальный базис, как я уже сказал? Изначальный базис это его способ приспособления организма к изменяющим условия окружающего жду. Это тоже движение. Понимаешь? Он берется или не берется. Вообще, проблема эволюции довольно сложная. Я нужно здесь пропустить, как будто мы знаем. Нам никто сейчас и из биологов даже не ответит. Поэтому мы сейчас как бы апеллируем к этому и поскольку нет решения никакого нормального, кроме так случайно получилось, поэтому предъявлять претензии к здесь тоже не имеет смысла. каким-то образом. Поэтому есть это тоже самый гуманитарный подход. Точно такой же. Ну что, поехали дальше. Это проблема начала. Проблема начала она как бы именно собственно не основная. Потому что вот здесь ты используя некие знания, используя то, что у тебя часто встречается такая комбинация. Выбираешь новый базис. То есть формируешь некую новую функцию, при которой будет коэффициент и он будет часто у тебя выскакивать так же. Кошка, 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 все понятно. Но это возможно только когда есть вот это начало. А начало ты опускаешь. Начало ты просто продвинутся. Давайте опустим. Потому что мы не знаем. То же самое что нет. Кошку можно разложить по любому поводу. Это теория информации. Давайте тогда любое физическое какое-нибудь явление, которое мы начнем обсуждать, будем апеллировать. Откуда оно взялось, откуда взялся большой взрыв и где-то не точка начала. Пока эти синие поворотов. Поехали дальше. Поехали дальше. А я претендую, да. Дальше говорим о системе восприятия. Мы видим таким образом, что мы этой информацией, которую мы получили от сложной такой системы, можем управлять. То есть мы видим, что она вся скопилась в некотором наборе коэффициентов. допустим, 50-х. И мы видим таким образом, что никакой зрительной картинки у нас существует. Обратите внимание, картинки зрительные никакой нету, никакого предмета, на который мы смотрим, никого нету. У нас есть такие палки соответствующие коэффициентам. И по ним мы понимаем, что это кошка. Например, три палки вот в таких диапазонах. На самом деле ты мог бы просто, чтобы избежать от этой путаницы картинки, наивного восприятия, взять слух в качестве примера. Там тоже есть интенсивность и чистота. Это важно. Это важно. Сейчас я потом буду говорить. Я возьму, например, осязание, нет, не осязание, а нюх и, скажем, и чего, и тактильные ощущения. Это мне потом важно. Не второй ход. Вопрос кодированию и не кодированию это вообще не интересный. Нет, второй ход. Второй ход. Картинку мы не видим. Где мы картинку видим? Да нет, я говорю, мы, мы лично видим картинку. Не видим картинку. Пока он мне... Да я не говорю про тебя, я говорю, мы сейчас-то видим ее. Ну, она вот к этому не имеет пока картинка никакого отношения. является какой-то системой, там, как ты говоришь, какого-то кодировки, это же не важно. Это вообще не важно. о картинке. Теперь, каким образом мы видим картинку? Картинку. Мы же знаем, что восприятие очень похоже на воображение. А картинку мы видим, что у нас эти коэффициенты СК сохранены, но теперь эти коэффициенты СК мы достраиваем на другом базисе функций. Тоже на прошитых. Берем на функциях Ж, на другом базисе функций. С теми же координатами СК. И вот это та самая картинка, которую мы видим. То есть, получается, образ очень похожий на кантовский. То есть, у нас есть нечто, то есть, некоторые коэффициенты, в которых у нас сохранено всевозможные знания, и они распределяются по некоторой поверхности. И вот здесь она стала трехмерной, она стала плоской, и, к сожалению, быть может, еще и пространство Минковского, кто его знает. То есть, если мы сталкиваемся с объектом, которого никогда не видели, мы его не видели? Нет? Почему? Ну как? Ну нет колбочек, ничего нет. Мы его интервьющим, как то, что мы известно. А что такое преобразование фурьер? Ты, конечно, не изучал в школе. Ну как вот, ну представь себе, ты взял вот такую, вот такую хрень, вот такую какую-то, более сложную. Нет, просто есть, допустим, если мы видим, это означает, что он достраивал мне там, что-то не достраивал, ничего такого значения. Нет, если ты увидел какой-то предмет, какой-то предмет видел, ты из его... еще раз говорю, понятно, что, когда ты смотришь, то, что ты видишь, это есть... любой предмет, какой-то совершенно новый, который ты никогда не видел, ты тут же его разложил по своим функциям, у тебя возникло пять палок. Ты опа! Понял, что... Это же означает, что твое видение соответствует тому, что на самом деле. Хорошо, не соответствует... Ну как, если ты как раз разлакаешься... Я рассказываю, напоминаю вам еще одну интересную штуку, которая прямую касается вот этой темы. Это называется лицеральная теория сна, которую я рассказывал в прошлом году. наш ученый, забыл фамилию, можно посмотреть, выдавил новую гипотезу теории сна. Исходил он из того изначально, что когда не давали спать животным долго, они умирали не от каких-то мозговых или еще чего-то, а просто умирали от физиологии. То есть просто у кого-то печень, у кого-то желудок, у кого-то что-то... То есть просто и конкретно от физиологии умирали. И он выдвинул такую гипотезу, что для того, чтобы нормально работал организм, мозг должен контролировать внутренние органы. То есть когда мы живем в бортстве, он занят нашей деятельностью в социуме, в природе. И нужно обязательно спать, чтобы мозг управлял органами. Там что-то согласовывал, все это в другой мир. Он переключается, там прямо рисуют, переключается. Кстати, вот часто говорят, что проблемы со сном с этим переключением бывают очень большие. И это объясняет эта теория. Так вот, что теория сна? Что такое сны? Это вот сигналы, которые идут по тем же самым каналам, по которым у нас тактильные, зрительные и все, они приходят в мозг, то есть, скажем, вместо зрительного подключаются от печени. И мы видим кошечек, собачек, все что угодно. То есть, этого ничего нет, там просто такой же шум. Да, понял. Скажем, идет такой же шум, как и от внешнего мира, от внутреннего мира, идет такой же шум. Но мы его интерпретируем в виде тех образов, которые... По тому же базису мы его раскладываем. Да, да. Вот это хорошо. Вот хороший пример. Интересно, почему там тогда осмысленность получается? А, это то же самое. Потому что тот же базис. У тебя осмысленно печень работает. Нет, нет. Печень осмысленность. Если там какая-то есть логика, то она раскладывается, а она неосмысленная. Какова очень важная картинка? У нас нет никакого изначального образа, который мы разглядываем. У нас есть некоторый сигнал, который потом раскладывается по базису. В этом смысле этот базис мы узнаем, и по нему понимание предшествует всякой зрительной картинке. А вот здесь возникает уже на этом основании некоторый образ. И эти функции, они вот этим самым предметом, который отражается и смотрит на него, не имеют никакого отношения. Скорее всего, у них даже размерность и пространство вот этой линейности, она другая. Ну, представьте себе, это я вообще не предлагаю, конечно, не рассматривать, но вдруг кому-то захочется. Здесь было какое-то кривое многообразие. Его осветили, и оно куда-то сюда пошло. И у нас опять разложение, потом повторное разложение по другому базису функций, и мы его картинку видим. прекрасный шар, находящийся в трудомерном, однородном, гладком, пространстве. то была бы невозможна. Если бы это так, то практика была бы невозможна. Почему? Как раз практика здесь и возможна. Вся жизнь организма, она задана для того, чтобы ориентировать во внешней среде. Да. Все, что ты рассказал, это только просто можно считать, что как будто бы это так происходит. Но это не важно, если есть взаимнооднозначное соответствие между тем, как я действую практически в этом мире, и тем, что как бы... Вот и получается, это концентрированное выражение практики. Именно, как Франк сказал, не между вещами какими-то, которые неизвестны, а моими действиями и моими видениями. Именно здесь, что... Точнее, начали действия, а потом видениями. Нет, но вам интересно, вы сначала сказали, что мир есть мир вещей. Нет. А когда вы такое сказали? Нет. Не было. Вы сейчас сказали, что не вещами. Причем с вещами-то? Я не вижу мир вещей. Где вы мир вещей висит? Нет. Я вижу мир, условно говоря, не многообразие какой-то. Каждый придирается. Нет. Вы сейчас говорите, не мир вещей. Ну, я хочу сказать, что у тебя есть некая изначальная практика. У тебя есть некая изначальная практика, с которой, поскольку эта практика очень сложная, научились справляться таким образом, возлагая его по простому какому-то базису. По простому базису. Не по Элисам Платона, которые многообразны, которые только боги по-настоящему могут созерцать, а по простейшему базису. Мы его возлагаем, из их комбинаций и потом мы достраиваем их на другом базисе. И вот тут-то картинка и возникает. Вот тут возникает наше великолепное трехмерное пространство, гладкое, красивое, однородное. Это время, которое оно обратило. И здесь возникает опять вопрос. Да, со зрением происходит так. Со слухом, скорее всего, происходит именно так. Точно так же. Но вот, например, когда я что-то нюхаю, я вот это у меня, второй шаг, он выполняется по докладу, по достройке? Ответ. Мой пока ответ. Нет. Я просто понимаю, горькое, какое-то еще. Если сильно завоняло каким-то бомжом, я убежал. Я не могу представить без этого. Или, допустим, сладкое чувство или соленое. Там нет предмета. Тоже, тьфу, сразу же, мне что-то горькое положили, тьфу, сразу же выплюнул. То есть я на первом этапе по этим разложился, по горькому и сладкому, по соленому какому-то. Разложился. Я понял, что это такое. Я на него отреагировал. Но картинку я вот эту самую пространство я не положил. А вот при слухе, и, скорее всего, при тактивном осязании, без подозрения, при тактивном осязании, при слухе, точно при зрении мы эту картинку достраиваем. Мы имеем вот этот самый красивый вид. Может быть, здесь еще можно почитать какие-нибудь книги про психологические исследования про людей с ограниченными обстоятельствами. На мое удивление, Саша мне сразу же привел несколько очень красивых экспериментов. Что может быть, этот базис какой-то. Которые из этого стали очень понятны. Значит, вот пример хороший. У человека часть зрения отсутствует. Он видит только в одну картинку. Ему приносит картинки и показывает в пустое место. Он не видит ничего. Говорит, не вижу ничего, не знаю. Ну подумайте, да что я не вижу здесь? Что вы мне представляете? Ну скажите, что у них первое попавшееся. И практически там в 70, 80, 90 случаях люди произносят, скажем, там скажем, курица, а он там и крыльцо. У него связаны какие-то вещи. То есть он мозг засечку делает, а картинка не достраивается у него. То есть у него зрение нормальное. Глаз, физиология проверяют глаза. Глаза идеальна, физиология. Все. Значит, если он реагирует насчет разложения первичное, у него есть. А у него нарушена... Прогорилу мне больше понравилось. А, Прогорилу, это выборочное восприятие. Внимание. Слепота по невниманию. Да, слепота по невниманию. То есть там коронный самый изначальный эксперимент был, что на площадке 5-6 человек бросают мячик друг к другу, перебрасываются, бегая при этом. и садится испытуемый. Говорят, следите за мячом, вот четко-четко и подсчитайте, сколько количество там. Ну, вот, внимание. И в это время, значит, когда он считает, проходит горилла. Между ними вот стучит вот так вот в грудь и уходит. Плюс еще потом добавляют. Занавес меняют цвет. Вот. Можно ролики посмотреть на ютубе. и еще один человек уходит. Бабушка называлась. Это проблема не восприятия, это проблема внимания. Так это понимание. Но это, это немножко другое внимание. Здесь просто есть восприятие. Нет, смотрите, Саша в прошлый раз говорил о другом эксперименте. Бабушка или что-то еще было. Когда человеку говорят, и стол, не видишь этого стола под гипнозом. Он войдет в комнату, он будет вести себя таким образом, что стол есть. Он будет его обходить, и будет отыкаться. Но в картинке его его не будет. Картинки не будет. Проблема восприятия. Включается блокирующий механизм. Причем есть восприятие. Так нет. Я объясню. Здесь, скажем, в чем предмет. Голое по восприятию. Чем, в чем, нет, в чем, вот этой, вот этой схемы, этой схемы, двухэтапной, вот традиционной, скажем, материалистической. Причем разница, если бы это было рассказывано не про нашу восприятию, а просто датчики бы стояли, и там, никакой. Никакой. Поэтому она не по восприятию. Я об этом и говорю. А почему? А почему? А что тебе не нравится? Ну, ты их задал, что какой-то не гуманитарный философия. Не гуманитарный. Вот сидят стоят датчики. Датчики. И аппаратные, аналоговые преобразования. Закрытая дверь, закрытая заслонка, закрытая заслонка, ничего здесь нет. Ну. Ну, это не восприятие. Я просто убеждаю, что это не восприятие. Ну, чем это не есть? Сигнал есть, сигнал нет. Ну, и что? Ну, это не восприятие. Нет, мы дошли до восприятия. Как мы дошли? Ну, не дошли мы только. Дошли. Картинку построили. Мы построили визуальную картинку. Стол в пространстве. Все, что у тебя было. Игорь, понимаешь, в чем дело? Вот есть сигналы, есть поведение в соответствии с этими сигналами. Есть картинка. Ну, на картинку кто-то должен смотреть. Но потом человек на нее смотрит. Потом, да. Ну, он откуда-то возьмется, понимаешь? А здесь пока нет его. Будет картинка, как мониторчик, понимаешь? Помимо робот, он действует... Да, до мышления здесь не до картинок. Вот это называется проблема зомби. Проблема зомби философская. То есть, она озвучивается так, что, предположим, есть полная копия меня, но без картинки сознания. Вот без этой картинки. Нет, даже картинка, да, может быть. Но на нее кто-то должен смотреть. У зомби нет даже картинки. Ну, допустим, что даже... Нет, кто-то смотреть... Вот этот вопрос, конечно, такой очень философский, его сформулировать даже нельзя, кто смотрит. Ну, да нам она, картинка. Вот, да нам. Ну, нам. Я говорю, нам, понимаете? Ну, смотрим. У тебя... Да, да, на. Субъект. Нет, у тебя есть визуальная картинка. Визуальная картинка есть. Машина может раскладывать в ряд, может действовать запрограммированно в соответствии с этим этим. Может, у нее может быть экранчик, куда будет проецироваться с другим базисом эта картинка. Но кто будет смотреть? Да. Так вот у тебя и получается, что у тебя сознание, оно как бы начинается с того момента, когда мы смотрим на эту картинку. После этого. Но мы строим первоначальную попытку расприятия образа. То есть я не скажу, кто смотреть будет, но зачем она нужна? Вот зачем она нужна? То есть я вот... Мое внимание, сироточен, я беру. Я считал этих людей, которые перебрасывались. Я бы... Они мне важны для деятельности. Скажем, допустим, это не просто игра, а существенная охота. Или, наоборот, бегство. То есть мне эта картинка нужна для того, чтобы совершать какие-то свои действия и учиться на них, ну скажем, для памяти. Прежде всего, картинка нужна для памяти. То есть нет картинки, нет памяти. Да нет, просто картинка уже ориентировалась. Как значит... Нет, у Игоря вот фактически память здесь уже присутствовала, потому что, чтобы переформатировать базис, да, вот по каким-то более сложным функциям, надо было уже как-то отслеживать, что память уже должна быть. Да, простейшее. Это вот я этот эксперимент всем рассказываю, мой собственный. У меня легкий астигматизм, у меня очки и стены кривые. Несколько часов кривые, потом прямые. Ну и что, в этом что, в чем проблема? Проблема в том, что я базис пересмотрел. На самом деле они кривые. Да, да. Вот Игорь со столом приводил пример. Это очень показательный, зачем нужна картинка. Под гипнозом человеку внушают, что он стол не видит. Он ходит по комнате, действует, все, 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 но только стол не видит. И при этом не натыкается на него. То есть, значит, что у него первичное разложение. Первый корпус работает, да. Первичное разложение работает. Работает. Есть блокировка? Нет, было. То, что это называется блокировка, не блокировка, это не важно. Да, потому что я тебе говорю, что это высоконравственное утверждение, что есть блокировка. Ты можешь так слушать хоть раз до конца, прежде чем прерывать. Табу, давайте табу скажем лучше. Не блокировка, а табу. Вот. То есть, как это сделано? Не важно, не важно, каким словом это назвать. Важно то, что если бы деятельность этого человека, смысл ее обеспечивался... Опирался на картинку? Нет, не опирался на картинку. Только бы заканчивалось действие в этой комнате, то дабы и без разницы видеть стол или не видеть тот стол. Он все равно будет действовать и так вот. Но на завтра он не вспомнит про этот стол. А чаще всего нам в жизни нужно еще помнить, что было вчера. Белке нужно помнить, куда она положила орешки. Нам нужно помнить стол. То есть, нам нужна эта картинка для памяти, чтобы потом вспомнить. Если бы мы действовали как автоматы, только по размножению первичному, тогда бы мы не обучались бы ничему. У Игоря оно перепромотируется и так, как бы в его концепции. Я же не спорю сейчас с вами. Я спорю с его концепцией, что у него вот эти коэффициенты, этот базис изначально, он может подвергаться... А вот вторичная обработка, она уже выборочная. Обезьяна не прошла, не построилась, потому что она не была включена в текущую деятельность. Стол не построился, потому что там заблокировали. У Игоря не может что-то не построиться, опять же, в теории. Потому что у него строится все. Нет, нет, нет. Уберутся эти коэффициенты, берется новый базис, и нечто получается. Суммирование проходит. Известная эта штука, что ребенок вначале, когда ему говорят, он различает тон, высоту. А для человека в европейской культуре, языки-то у нас нетонические, слово, которое вы говорите с тоном выше, для нас это неважное различие. И мы перед определенной палкой научились ставить нолик в разложение. Поставили нолик, и все. И теперь ребенок уже через года два, он уже подобного тоническими играми он не занимается. А вьетнамский ребенок занимается, потому что у него слово... А если русский ребенок воспитан в вьетнамской семье, у него все то же самое. Да, да, да. Он будет как вьетнамский. Блин, ну тебе же объясняйте, нолик поставил перед сетцентом. Четче, ставь вопрос. Если русский приезжает в Японию, он замечает это, эти игры. Замечает, потому что он их как-то... Но для восприятия, для какого-то, какого-то. Для какого-то. Ты вот эту палку... У тебя уже много разных... Эту палку ты можешь как бы игнорировать. Вот еще важно. Нет, подожди, может быть, у тебя много базисов, это можешь как бы от одного к другому переходить. Нет, базис один. Базис один. Как... Как... Код ДНК. Он один. Ну вот это странно. Опять же, потому что, чтобы сформировать новые вот эти комбинации, да, нужно взять вот такую линейную комбинацию и другие все переформатировать так, чтобы... Ну ты не можешь добавить просто еще одну, правильно, да? У тебя будет переполненный базис. То есть ты должен какой-то из них заменить. Да, ты поэтому... Ну так значит, все-таки он... Да, поэтому ты как бы косинус К и косинус четырех Х как бы исключаешь и заменяешь, скажем, вот этих... Ну это значит, что все-таки он меняется. Нет, базис вот этих функций есть просто... Ты уже не знаешь. Там же нет... У тебя нет понимания о том, какие функции у тебя есть. У тебя нет... Реобразование Фурье. Вот у тебя есть как бы периодичные функции всевозможные, да? Понятно, да. Ты рассказываешься по периоду, который ты как бы изначально знаешь. У тебя косинус и синусы все время те же самые. А теперь у тебя появились функции все время, они стали больше большего периода. Ну это очень условно. Это же аналогия. Ты взял и этот период сменил. Ты с косинус и синусами не распрощался. Ты распрощался с периодом. Ты период подкрыл. Нет, ну понимаешь, в чем дело. Вот одни объекты, одни объекты просят изменить период в эту сторону. Другие объекты просят наоборот уменьшить. В одном и том же они рядом стоят. Поэтому я не думаю, что... Вот такое универсальное... Я не думаю, что так. Если по-хорошему, то должно быть так, что ты берешь, как бы встречается у тебя такая вещь, а ты добавляешь... Ну, кто знает. Может быть, я и не прав. Может быть, действительно, у тебя все время разложение проходит по одному и тому же базису. Действительно, может, я не прав. Может, там игры идут нам в форме, размер амплитуды, или чистоты, или фазы. Еще один факт, настолько известный про гипноз, что под гипнозом человек может вспомнить то, чего он, в принципе, даже у него памяти и нет. То есть человек поднимается по лестнице, по ступенькам на второй, третий этаж. Он спрашивает, сколько ты прошел ступеней? Я говорю, откуда я знаю. Гипноз все... То есть разложение вот это первичное, оно идет, и каким-то образом там что-то... А вот сознание строится отдельно от того, что тебе важно, от того, что ты участвовал в деятельности, что ты потрогал руками, на что ты обратил внимание. То есть здесь вот завязано вот это... Ну это же так же, как я говорю, что нет восприятия никакого нет. Есть какие-то датчики, как бы есть... Ну, датчики, датчики... Сигнал этого датчика не важен, сигнал этого датчика не важен. Если какой датчик срабатывает, то срабатывает такая система. Но я говорю, нет восприятия, есть просто механическая система датчика. Ну потом, как бы вот... Ну вот есть. Прямо занят в урии, это же не единственный вариант. Я думаю, что в теории изображений такая существует. Есть там разные способы, как-то-то по-простому с несколькими параметрами описывать вот именно об этом и речь а преобразование фре это просто, с чем я привык работать по большому счету надо вот в таких сложных системах почитать какую-нибудь умную книжку, я ее не читал просто потому что видите у меня какой язык, я знаю там совокупность нескольких фильтров она осуществляет нам фре-преобразование аппаратным образом, все про это забыли а работает мгновенно, быстро, чисто и так и сознание работает что здесь важно естественно, что проблем куча это восприятие, не восприятие, эволюционное но здесь важно видеть отличие между традиционным и современным представлением что есть реальная вещь реальной формы реальная какая-то вот сама по себе и она зрением всего лишь транслируется на какой-то экранчик и мы ее видим как мы ее видим и при этом вот непосредственном отражении многие проблемы современные у которых психологический опыт и вообще в принципе понять невозможно действительно невозможно понять транслируйте вот это представление философии до потопа при чем здесь философия? ну я не знаю это в данном случае я не знаю это не такое, чтобы кто-то философии серьезно осуждал так, что если хоть сам у него предмет, то как это выглядит, а потом да, полно таких материалов материалистов это как бы глупо да не возражайте была глупо это есть да значит вот эта картинка значит она нам получается важна и вот такое как бы предсознание которое работает как аналоговый преобразователь данных представляете потому что да из миллиарда то и триллиона там этих датчиков мы собираем несколько палок и по этой палке понимаем, что это кошка и понимаем, что это любимая девушка а другая у тебя ну понятно Игорь еще раз и машина точно так будет это воспринимать и машины не знаем философия начинается тогда, когда мы начинаем строить картинку мира и это тоже нет еще раз еще раз моя мысль такая картинка может быть на нее кто-то должен смотреть понимаешь кто-то должен на нее смотреть у тебя этого нет ну поищем потому что пока как бы поищем поэтому это как бы теория восприятия получается это теория информации ну да чтоб тебя как интересуется на экране на нее кто-то смотрит да я согласен кто-то на нее смотрит ну мы вот его потом найдем ну почему здесь можно все-таки понимать что то что смотрим это и есть мир это не отдельная картинка от мира понятно это и есть наш мир вот мы в нем живем мы живем в этой картинке то есть мы не смотрим мы в ней живем мы в ней существуем Ну это понятно, но я как бы и говорю, что кто-то должен существовать. Потому что механизм, который действует под... Субъект? Нет, ну подождите, механизм, который можно вот так создать, вот здесь вот, собрать его из деталей радиотехнических, простейших преобразований, он будет точно так же поворачиваться к Солнцу, понимаете, когда ему надо... Ну Солнце вообще просто, это передатчик и все, там тебе не преобразований вообще не надо. Чуть посложнее можно, чтобы он кошку узнавал и так далее. Но при этом, как бы, ни про какое сознание, да, мы, наверное, не будем говорить. Особенно если собирали его сами. Нет, будем, а мы будем говорить. Когда картинка у нас появилась, самое удивительное, что мы его как бы расставили по пространству, пространство появилось, явление. Раньше их не было. Это у тебя появилось, который об этом рассказывает. Да, да, в каком-то и дело. А у автомата ничего не появилось. Для него... Это не стимулы реакции, стимулы реакции. Нет, почему, у тебя картинка, у тебя появилась по большому счету, ты нарисовал никакую картинку на Сологах. Это точно такие же функции, ты пойми. Вот были функции одни, разложили по другим. Функция как была как бы фиктивной величиной, так и осталась. А реальность какая-то, ну, я не знаю, реальность картинки. Да, ну согласись, что реальность картинка... Реальность воображения, понимаешь, мы не функции видим, а воображение. Нет, потому что кто-то, да, смотрит на экрана Сологова, да. Смотрит кто-то на экран Сологова, согласен? Ему вот, мы вот смотрим, как аппарат, который работает вот с простыми, стейшими возбуждениями... А если функция непрерывная, то как вообще... Она непрерывная. Ну, или какая-нибудь там, нелинейка, гладкая, там, что-то там. В принципе, почти ничего не теряется, там, да, там, существует. То как бы не имеет такого значения, как это происходит технически. Почему? Просто не имеет значения. Почему? Какое это имеет значение, если, в принципе, как вот... Нет, это помогает объяснить какие-то психологические элементы. Психологически, дофига мы можем работать. Вот, например, вам Олег Михайлович Наговицын скажет следующим образом, что красный цвет, предоставленный сам себе, то есть точки, не может быть красным. То есть он говорит, что форма должна появиться там, где у нас... Но это не так вот именно с соленым, с горьким, я уже давно об этом говорю. И в этой моей картинке это не так. Если бы, если бы, как бы, все делал... У нас просто... У нас бывает красная точка. Вся теория восприятия, вся гонсиология, вся теория познания, она центрирована на зрении. Вот целиком. Метафизика света кругом. Ну, это понятно. И слуха, в частности. Но я хочу сказать, что получается, что точка-то имеет качество. Нет, просто косвенным образом... Нет, поймите, понимаете, в чем дело? Косвенным образом, и твое представление о том, что необходимо строить картинку, вот картинку, визуально нечто, это следствие вот этой вот метафизики... того, что она визуальности. Конечно, конечно. Что зрение у нас, как главный искусник. Я говорю, что слух и зрение картинку строят, потому что нервных качеств немного. Слух не строят. А вкус не строят. Слух откуда-то приходит? Вкус не строит. У слуха есть пространственная, как бы, направленность, да, поскольку... Он тоже каким-то строит. Но картинки нет. Какая картинка у слуха? В чем ты говоришь? Ну, потому что ушел. Нет, дело в том, что... Присоединяйся с зрительника. Да, да. Только присоединяйся. Нет, а если мы берем... Ну, заказа крови, глаза какая-то... Нет, слуховые галлюцинации у нас могут быть. Нет, там есть образы, да. Ну, я полагаю, что... Кстати, вот вопрос. Во сне у нас есть вкус? Да. Во сне? Да. А есть, да. Я задумался. Есть какой радугу? Вот посчитать ли радугу? Нет, а у меня что-то нету. Он как-то просил бить. Где есть? У кого есть это? Прошу прощения, вкус. Воспоминания о вкусе? Мой дедушка рассказал, что ему снилось, как вот ему там поили где-то там амброзии какой-то через трубочку. Сладкой-сладкой. Костный вкус. Сладкая-сладкая, это может факта. Римонад буратино, помните? Ну, у меня до сих пор есть. Я тоже помню его. Я до сих пор покупаю, но вкус уже не тот. А, кстати... Это ночью. Тот самый чай, вспомните, тот самый чай. А вот этого нету. Слушайте... Но здесь трудно отделить от картинки все. Опять, воспоминания есть. Неяснится, что я курю, да, но я не могу сказать, что там я ощущаю вот именно вкус, там, середина дыма или всякая... Нет, я говорю, я просто не могу их распределить до конца, как они работают. Но ясно, что у тебя вкус, у тебя вот эта картинка не достраивается. Ты ограничиваешься первым шагом. А со зрением она явно достраивается. Ну, ты этим не ограничиваешься. Ну, думать, что там есть какой-то предмет, от которого свет отражается, это как бы некоторая натяжка. То есть материалисты, они оказываются невообразимо прекрасными. Мир, вот, 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 вот тот мир. Вот это мир. Мир, это то, что в конце похоже. Удивительно, как оптика, оптика как работает после этого. Почему оптика позволяет нам... Игорь, как твоя теория отрицает, что существует мир? Мне как раз неудивительно. Ну, а у тебя же он достраивается все необходимое. Ну, да, и оптику он достраивает. Ты же себя множество и мне в эту ступу строишь. Я просто заранее знал, что будет оптика, поэтому правильно все разложил. Нет, просто был бы ученому, как бы, те самые коэффициенты он быстро их доставил, а она стала работой как-то. Нет, нет. Первопытному человеку, когда дорастет до ученого... Почему камеру снимает? Потому что тот, кто ее создал, коэффициент МВД знает, просто просто проставил, и все нормально снимает, воспринимает. Так бы, он вообще другое давал, а почему-то не дает. Да, самое главное, Господь Бог еще, он удивительно, что он решил тут же достраивать и пространство и время полностью. Притом, со всеми преобразованиями. А гумент с камер, он же легко опровергается. Потому что есть некий поток, который идет, и там формально преобразуется оптикой, да? Совершенно формально, по каким-то совершенно уравнениям. Да, здесь они уже никто не может. Вот, да, 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 исчезли камеры. Нет, то где, да. И при этом, при этом, допустим, все люди исчезли, там картинки не будет. Там картинки не будет. Там будет то же самое, что и перед камерой, как нет ничего. Вы слушали, есть кадировка. Я перед этим задал вопрос, я говорю, речь идет о кадировке, но есть кадировка какая-то, ну и что? Нет, картинке там нет. Какая-то картинка закодирована, на самом деле. Она есть, потому что у лиза стоит. Но закодирована. Нет, чем можно там закодировать. Авии. Там цифровое какое-то. Нет, нет. Тут есть этот сенсор, на него падает, собственно, вот эта картинка. И потом она дегодируется. Нет, картинка не падает. Красив scott и компаний появляется только у нас в глазах, когда мы смотрим на экран. Да, да. Только когда смотрим на экран. Я бы тут по-другому спросил. Именно именно. Нет, она там есть на сенсоре. Нет, тем не Cait încmenバイст. На сетчатке нету картинки. Нет, поймите, в чем удивительность. Когда-то там давно этот, кто-то, Ремей, раскладывал движение всех планет в Солнечной системе по кругам. Бесконечные ряды фурье тоже, кстати. И как бы это все было очень неудобно, но тем не менее, круги, это как бы правильное движение, ряд фурье можно строить бесконечно. А потом как бы обнаружили люди, что проще по эллипсам просто все разложить и не будет никаких иных разложений. В очередной раз ты неправильно расскажешь эту историю. Ты уже третий раз ее рассказываешь. Проблема между Птолемеем и, грубо говоря, Галилеем, она состоит не в том, что по эллипсам и по кругам, а то, что в одних все вращалось вокруг Земли, а в других все вращалось. Но я про Коперника скажу. И это Коперника точно так же. Ты все время рассказываешь про эллипсам. Ты будешь смеяться, но Земля ходит вокруг Солнца не по эллипсам, а практически по правильной окружности. Венера ходит. Практически, но тем не менее. И тем не менее, это до середины двадцатого века практически это не было. Я сейчас не про это говорю. Я сейчас говорю про то, что вот если есть такое разложение сложное, представьте себе, не бери, допустим, солнечную систему. Можно любое движение, простое, допустим, движение по прямой, разложить как бесконечное последовательное движение по кругу. Или как движение по кругу бесконечности равен. Это будет неудобно, но это можно. Ну или какую-то просто траекторию простую, тот же круг, разложить по, не знаю, по киперболам. Ну, это проблема, она состоит в том, что теперь есть одновременно... Нет, подожди. А теперь смотри, ситуация какая. Предположим, что наше зрение, не наше зрение, наше восприятие вот как-то там по какому-то базису раскладывает, потом строит картинку. Вот начнем с этого момента. Мы имеем картинку трехмерного пространства, в котором есть некие объекты трехмерные, да, и мы видим, что вот наша камера, она занимается чем? Она как бы трехмерный объект проекцирует на точно такой же объект, как бы в нашем вот этом картинке, двумерный. И, что важно, законы проекции тут соблюдены. Вот понимаете, если бы если мы построили один объект трехмерный, с нем все понятно. Построили другой двумерный объект, картинку там, допустим, которая на экране камеры, все понятно. Но почему между ними происходит, независимо от нас, вот это вот точное соответствие по закону проецирования, вот это вопрос, который, мне кажется, подрывает ваше построение. Нет, нет, нет. Если это рационально, и лидейное преобразование, которое делает, туда ничего не должно измениться. Но нет, нет, понимаете, то есть совершенно непонятно, с чего бы нам, допустим, трехмерные объекты строить так, трехмерные объекты так, чтобы они проецировались по закону проекции двумерных. Это не очевидно. Смотри, здесь и другое непонятно. У тебя по большому счету, ты чего, когда смотришь телескоп, ты просто здесь обметы, увеличиваешь и все. Причем телескоп. Я говорю сейчас про ситуацию камеры. Вот камера снимает стол. Я стол построил с помощью этих коэффициентов. Сначала как бы я видел стол, потом я получил коэффициенты, потом я с помощью другого базиса восстановил стол, а потом я смотрю на картинку, которая на камере. Точно так же я ее разложил по коэффициентам, потом с помощью базиса собрал двумерную картинку. И почему дальше, почему дальше проекция стола, которую я по законам оптики спроецировал на камеру через оптическую систему, совпало с картинкой там, вот это ошибка. Ну это как бы это... Я не вижу это вообще не образование. Так нет, вы поймите, что... Ну так, если я отдельно... Вот есть вид, я залаживаю. У тебя там точно, у тебя там цифровая механизма, у тебя точно есть датчики сенсора, эти датчики сенсора с них берутся... Не-не-не, ты пойми, что... Нет, что я базис, базис, по которому я раскладывал, базис, он непроизволен. Я не могу выбрать такой базис, который для трехмерных объектов и для двухмерных сделает так, что они не будут спроецироваться по закону проекции. У тебя какое? Понятно? Нет, понятно. Короче говоря, базис, который... Я тебе на это отвечаю, что преобразование линейное. Ну что тебе? Ребята, сколько можно? Давайте еще все упростим, что ли бы ответы были. Это дальше на отход гипозиции. А какое еще преобразование как нелинейное? Ну там линейное... Вот у нас есть некий поток, непонятно чего. Мы не можем сказать это по канту. Понимаешь, по канту? Что-то у нас вот и идет. Вот у нас, скажем, идет насечатку и вот сюда, да, и А часть мы ставим в зеркало, отражаем и преобразуем по некоторому линейному функцию и опять посылаем сюда на глаз. То есть, поскольку вот это линейное преобразование, то этот глаз увидит то же самое, что и входной портут. Независимо от того, что какой бы он не был. Он сложный какой-то. Он просто некий сложный поток. Если мы его линейно преобразуем в плоский, то глаз увидит то же самое. Не в глаз увидит, а мы построим там то же самое. Это линейное преобразование. Мы получим те же самые... То есть у нас получается такое же преобразование, как в камере? Нет. Вы говорите, линейное преобразование? Да нет, до камеры, до нас. Вот мы, это же преобразование до... У нас и линейное. Подождите, получается, из трехмерного плоски преобразование стандартное для всех всегда. Как проекция. Это было бы так, если бы изначально то, что к нам приходило, приходило из трехмерного пространства. Вы как бы сами подтверждаете то, про что мы говорим. Что на самом деле до еще этого первого преобразования к нам приходится из трехмерного пространства, мы это преобразовываем линейно, все правильно, все получается плоским. Мы не преобразовываем. Мы не преобразовываем. Но не мы, Да не мы, это камера. Камера преобразовывает линейное. Преобразование камеры соответствует преобразованию... Не соответствует. Еще раз. Еще раз. Влад, Аккуратно, тихо, тихо, есть некий сигнал, непонятно чего, который попадает на сетчатку, дальше идет некое преобразование, мы получаем стол, стол и строим вот здесь вот, вот здесь вот, строим эту картинку. А, ну я понял вас, но все равно, все равно должны признать, что стол и камера, они как бы присутствуют как до, они получается присутствуют до. Вот, дальше, мы берем здесь зеркала, камера, то же самое, что очки, камера получается как объект, который как бы присутствует, ну, в реальном мире, извините, потому что, она преобразует как бы, нет, дело в том, что вот здесь есть очки. Ну, еще раз, это в нашей картинке, которая уже разложена здесь, это здесь, или это в реальности, в какой-то загадочной. Скажем так, что вот, ну, нереальность, есть загадочный универсум, загадочный универсум, скажем, десяти, простой, мерный. Я говорю, это теория, ну, в загадочном универсе камеры не должно быть. Есть, есть, нет, нет, я объясняю, камеры, камеры, вот здесь вот, как таковой, нет, что-то есть, что-то есть, что линейно преобразует некий сигнал, некий поток. Вот, но мы интерпретируем это как камеры, то есть, а от камеры, ну, какая-то уже, я говорю, от коги, кто-то здесь все сидит. Почему, от коги, где-то, просто, а что, ты хочешь сказать, что где-то линейное преобразование здесь есть, расскажи. Здесь, а камера, вот, вот то, что вот здесь, опять попадает на глаз, подожди, и вот здесь линейное бесконечное мерное пространство. Интегрирование, что это, линейное, что-то? А что, нет, что ли? У тебя здесь, более того, я тебе скажу, здесь еще равенство просервали, сохраняя и выполняется. То есть, тебя энергия или квадрат амплитуды сохраняет всюду. Я еще такой момент, вот, на камеру, когда изображение приходит, там, там ячейки, да, и то есть, каждая ячейка светится. То есть, у него определенное распределение, там, по ее площади интенсивности свечения, там, ну, ну, вот. Так это распределение, оно, хоть есть, чем всех людей уберить, так сказать, оно таким же и останется. Таким же и останется, но изображения не будет. Как-то не будет. Если, что при нас, что в наше отсутствие, свечение... Свечение, свечение-то будет, но оно, ты когда с камеры смотришь, у тебя ты выводишь его на монитор. А что тебе на мониторе, что на мониторе, что в мире никакой разницы. Ты не глазами посмотрел, выполнил тем же самым способом, то же самое нашел. Но я не вижу. На стене можно нарисовать собаку. Ты тоже ее увидишь точно так же. Ты можешь ее увидеть. У тебя, ты же работаешь в цифровом мире тем, что в конце цифровые преобразования-преобразования, потом картинка на мониторе. Ты на нее посмотрел, и ты с ней работаешь точно так же, как с этой. Точно так же увидел здесь собаку, точно так же увидел там осла. Нужно вспоминать нейронные сетки. То есть можно научить нейронную сетку и на плоское изображение? Ну, про нейроны ничего не могу сказать. В том-то и отличается. Нейронная сетка, она работает вот здесь. Она не здесь работает, а здесь. Я-то и говорю, что если мы получили с помощью вот этой нейронной сети или этих преобразований, я вот не очень понимаю про линейность сейчас, может быть, еще раз объясню. Если мы, у нас было одно предстояние, потом мы взяли другой базис, вот этот базис G. Вы должны его выбрать так, по-твоему, это ведь вопрос базиса, чтобы при выборе этого базиса и потом при подставке коэффициентов, я говорю, трехмерные вещи проецировались двумерные, понимаешь? Чтобы, допустим, проекцией шара был круг. Откуда это возьмется? У нас есть отдельно, как бы, разложение по коэффициентам, где мы шар, да? Есть отдельное разложение по коэффициентам круг, допустим. Я идентифицирую круг. Ну, и никакой проблем. Каким образом получается всегда так, что в картинке в нашей реальности, как конкретно работает, я не знаю. Как конкретно работает, я не знаю. Ну, как это как-то, не знаю. Ну, если бы... Если у нас есть однозначное отношение между шаром и кругом, да, то можно предположить, что вне вот этой схемы также есть однозначное отношение при лавейном преобразовании. Но это не значит, что там есть шар и круг. Это больше говорить про камеру, что она является реальностью, что оптика реальна. Если вы говорите, что мы встречаем здесь однозначное соответствие, значит оно есть и там, вы знаете что-то про камеру. Кривизны нет нигде, линейность. Игорь, смотри, из теории информации есть понятие передачи сигнала, есть понятие потери и прочее. Тем не менее, на все наши устройства, которые передают сигнал, несмотря на эти потери, все равно мы все принимаем, наши сотовые телефоны и прочее. Почему ты думаешь на самом деле, что наш организм устроен так, что он как-то крем, что-то там изображает, что-то воспринимает? Точно так же, при всех потерях, при всех преобразованиях, он все равно доносит то, что на самом деле. Да, потому что преобразование линейное. Не только так, что оно не линейное, а точно так же, о самом основании, как теория информации говорит, что несмотря на многие потери, на выходе мы все равно получаем сигнал, вот так вот восстанавливается. Просто обыдновенный прибор, даже не человек. То есть даже человек такой же прибор, который точно так же все восстановлено. Игорь, Игорь, это скорее вопрос к пространству Менковского. Это уже не камера, это уже серьезный разговор. Короче, на разговоре пространство Менковского. Потому что с камерой просто, я могу сказать, то же самое, что очки, никакой разницы. А пространство Менковского здесь очень интересно, по какому закону ты его восстанавливаешь? Ведь согласись, что если закон в какой-то смысле здесь был бы неадекватным, то у тебя законы физики не имели бы такой восхитительной простоты. Не имели бы такой восхитительной простоты. Я бы и привел пример как вот этого разложения. То есть можно представить себе. Поэтому можно представить себе и начинаем думать, как устроен мир, по большому счету. Он устроен, как мы видим. Так вот, может быть, и не так. Точно не так. Потому что... Мы не теряем, не теряем ничего сигнала. Мы сигнал не теряем. Пятнадцать минут назад вот этой теории не было. То есть, наоборот, возражал против того, что он мир... Да нет. Я имею в виду, что на самом деле для того, чтобы изначально, для того, чтобы все эти сигналы... И вообще тут есть предположение на самом деле, что мир есть. И он устроен как-то. И то, что он не то, как мы видим, так он и устроен. Это романтическое заключение, что вполне возможно, что действительно структура плоская пространства и времени, то есть ли дальность и близость, это как бы наша приспособа вот такая. И вполне возможно, что до звезды можно дотянуться на самом деле рукой. Что дело в дозе ЛСД. Ну, кстати, я думал, что у тебя в какой-то момент должно быть ВАЗЕ, который переформатирует уже этот БАЗЕ. Да, да. И у тебя цвета начнут говорить, а эти, как там они называются? А наоборот, когда звуки... А звуки превратятся в эти картинки. Как там ВАЗД это происходит? Ну, надо... Да, из какой-то термин. Вот это всякое, всякое. То есть, до этой части было все как без и без и без и без, а потом... Нет, нет. Почему? Как раз когда... ЛСД стало это серьезно. Просто это было бы очень интересно. Вот таблетку, которую вы сделали, чтобы мы увидели место, как он. Нет, там просто таблетки сразу... Вот это такой БАЗЕ, вот это другое. Ну, мы помним это. Здесь очень большая проблема терминологическая. Замечательный рассказ. Мы иногда говорим мир. Вот то, что видим, называем это миром, а тут же называем мир, как на самом деле. То есть, что стоит за ним? Вот что называть словом мир, да? Это тоже слово реальность, да? Когда мы говорим в реальность, мы подразумеваем, что дерево, которое вы видите. Я думаю, что не отдельные вещи, не все, ничего отдельного нет, а как совокупность. Целая картина. Ну да, да. Каждый момент времени у тебя активизировано, вот смотришь туда, там триллион этих нейронов и триллион этих колбочек. Что с ними делать, непонятно. А ты... Информация не потеряна. Да, информация не потеряна, конечно. Ты взял, разогнал, значит, их по этому штуке. И у тебя просто кошка. Нифига себе. То есть, триллион кошка. Просто без эдоса. Без эдоса. Потому что это ни в коем случае. Ну и здесь, кстати, на твою мельницу. Потому что аналоговые преобразования быстры, ментально. А давайте, если мы сейчас посчитаем насыщенность информационно воспринимаемой нашей картинки. И даже допустив, что мозг супер-супер компьютер, мы все должны были просматривать прорисовку. Мы не видим этой прорисовки. Понятно. Но это просто обычная теория образов, воображений. Что мы встречаем пешталь, такая вот теория. Мы встречаем образ, 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 образ. Нет, мы не встречаем. Нам строится этот. То есть, на вторичном этапе. Что мы выхватываем, мы не понимаем. Она потренируется в пешталь психологии. Прежде всего построить, он как бы выхватывает. Очень продвинутая, я могу сказать. Потому что ничего, ребята, которые делали о гибридовом пространстве функции, не знали. Так может и не нужно? Нет, нужно, нужно. Тогда они поймут, что делается два хода, а не в один. Нет, там же вообще другая вещь. Есть как бы, например, религиозные какие-то у тебя представления. Ты накладываешь их на восприятие, и внутри восприятия ты воспринимаешь только то, что в соответствии твоего религиозного представления. Это более сложная история уже. Это и относится к гильштадт-психологии. Тогда это я не пролюхну. Я имел в виду, что есть образ, но ты как бы... Образ сразу, как образ. Не видишь картинку, а не рассматриваешь, а ты схватил образ, потом, может быть, действительно она построена была, уже достроена тебе перед глазами, появилась в качестве картинки. Но ты изначально различил. Кошку различил, различил мячик, различил то, как некую целостность. Да, палки потому что, да еще до картинки. В смысле, ты увидел кошку еще до того, как ты построил картинку от кошки. Не увидел, скажем так, зарегистрировал, а с опозданием довольно существенным сознание дорисовывается. Сознание нам нужно не для того, чтобы в нем ориентироваться, потому что мы запаздываем сильно. Вот опыт, кстати, с мячом, мяч теннисный летит и вспышка. И мы видим мяч, освещенный вспышкой на том месте, хотя на самом деле он уже пролетел дальше. И самое, что интересно, когда мяч стукается в стенку, мы должны были увидеть, поскольку у нас запаздывание идет, что он пролетел внутрь стенки. Вот. Тогда бы невозможно было играть в теннисе. Так в том-то и дело, что все равно игра в теннисе идет вот на этом уровне. А картинка цельная, когда выжили, дорисовывается с опозданием. Ну да, пока мир в пинг-понг точно, потому что никуда не попасть. Если бы наше представление, зачем-то нужно было быстро что-то схватывать, мы бы на самом деле этому научились. Игра в теннис состоит в том, что вы научаетесь на самом деле. Это предварительно это делать. Ваш сознание уже знает. Не сознание. О том-то и дело. О том-то и речь, что там скорее идет речь про счет траекторий, как у бильярдистов. Чем как бы, чем зрительные стрижения заметили про счет. Это обновенное научение. Нет, в том-то и дело, что научение на уровне вот на первом идет. А отображение уже не столь важно. Если бы на первом уровне было вообще никакого научения. Как раз только там и есть распознавание. Учение-то намеренное действие. Нет, нет, нет. В конце концов, мышечная память есть, механическая какая-то? Именно не намеренно, когда пианист играет. Он не намеренно не следит за пальцем. Конечно, на стадии мучения. Ну вот, на стадии мучения. На что он и делает? Нет, 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 стоп-стоп-стоп. Но восприятия-то у него нет. Он же не воспринимает. Он не успевает восприять. Как он там, коснулся того, коснулся сего. Вот о чем идет речь. Что вот в данный момент, когда он играет, уже научившись. Как же восприятие, как когда он играет? Нет. Тогда вот я и говорю, что я не понимаю, какое восприятие вы говорите. Он играет, это и есть восприятие. Нет. Как? Возвращаемся минуту назад. Продатчики говорили. Продатчики пришел, как бы, да, он сработал. Ты как слушаешь звук, следующий звук ты нажал. У тебя уже просто мгновенно происходит. Короче говоря, он не смог бы управлять вот этим движением пальцев твоих на уровне сознания. Есть сознание. Он не создает. Это достаточно больший факт. Выкладывается на сознание с каким-то другими вещами. Стоп-стоп-стоп. Любое восприятие есть уже сознание. На уровне осознанного восприятия. Давайте вернемся к логике нормальной, которая возникла минуту назад. Ты сказал, что, а как же тогда мы можем играть в теннис? Именно так мы и можем. Мы именно так и можем играть. И только так. Что у нас реакция идет на уровне несознательном. А картинка сознательная, она запаздывает и дорисовывается. У вас понятие несознательное просто к чему-то другому? Картинка. Все, что мы можем сделать, сознательно. Да нет. Ну как? Мы для того, чтобы все, что мы можем научиться сделать, сделаем это сознание. Ну как это? Захотел и научился? Нет. Ну ладно. Речь идет не о сознании каком-то, а в текущем сознании. В текущем сознании. Краем глаза там. Вспомните опыты Глеберта. То есть... У вас сознание что такое? Взял и начал сознание? Да нет. Это текущая картинка. У вас глаза открыты, уже сознание включено. Да. Но действие происходит раньше. Как это так? По какому среагируйте сознанием? Нет. Когда вы научаетесь, не раньше. Потом, когда научитесь. Да мы не про неучение говорим, про текущие действия. Ну это вообще парадокс. Что вы даже, когда научились раньше. То, что ты научишься... Ну парадокс, парадокс, да. Парадокс. Свидетельно. Ну потому что ты еще не знаешь, ты еще как субъект, ты как субъект еще не знаешь, что на тебя падает кирпич, а ты уже уклонился от него. Еще раз. Тебя спрашивают, что ты дернулся? Ну не торопись, я же расскажу, как это будет. Есть простая техника единоборств. Где на самом деле ты сначала все должен осознавать. Каждое действие, почему ты отклоняешься. Конечно. Постепенно, на самом деле, на то, что быстро сделать, ты каждый раз уже не обдумываешь, а эти связи налаживать без того, чтобы... Ты об этом не говори. Это сознание все равно есть. Оно просто автоматично. Так это не сознание. То, что неосознанно, то и не в сознании. Еще раз говорю, это автоматизм, это просто... Это автоматизм. Это автоматизм, но это не сознание. Еще раз говорю, это и есть сознание. Только автоматизм... А, мы точно действительно... Это дубль три, дубль четыре. Этот спор у нас постоянно возникает. То есть мы называем здесь сознанием именно ту картинку, которую мы осознаем. А без сознания мышления? Вы мышление называете? Да, мы вообще без мышления. Нет, нет. Вот то, что вы говорите осознавать, это мышление. А нет. Мы разговаривать в словах, ладно. Все понимают, о чем идет речь. Да, да. Все понимают о чем идет речь. Каком-то вот о такой штуке. Ещё здесь, может быть, единственное слово, которое стоит добавить к этой картинке – это отчётливое и ясное восприятие Декарта. Но это действительно, если мы что-то отчётливое и ясное воспринимаем, мы его воспринимаем именно так, как воспринимаем. А если оно не отчётливо, как мой любимый пример вот здесь, то ли человек издалека, то ли столб, да, то ли столб. И действительно, там происходят такие скачки. Почему? Потому что контур-то не отчётлив, вот эти нейроны там мерцают, непонятно как, я её строю – не получилось. Подстроил по-другому – получилось. Ещё раз перестроил – ещё лучше получилось. Я подхожу ближе и вижу этот человек. А когда у тебя действительно то, что Декарта называют отчётливым и ясным восприятием, то Господь не обманщик. То, что мы видим – то мы видим. Вот так.